Рад снова быть с вами. Сегодня мы будем говорить о силе лидерства. Друзья, мы столкнулись с лидерским кризисом. Я знаю, что большинство из нас представляют Вашингтон при этих словах, но нам нужно начать с другого места. Нам нужно лидерство в наших собраниях и общинах. Вашингтон это всего лишь зеркало. Мы видим лишь то, что отражается в характере обычных людей в Америке. Нам нужно развить лидерские мышцы, необходимые для того, чтобы люди на высшем уровне отражали наш характер. Мы должны научиться вести заново. Это чудесная возможность. Мы можем сделать это, потому что Дух Божий помогает нам в этом. Доставайте свои Библии и блокноты, чтобы узнать о том, что Бог приготовил для нас в это уникальное время. Проповедь называется «Сила вести». Чтобы вести, нужна сила. А лидерство — это не титул, положение, офис или еще что-то. А ваше влияние. Мы знаем людей, у которых есть титулы, положения, офисы и прочее, но нет влияния. И мы знаем людей, у которых нет этих вещей, но есть невероятное влияние. Наша страна и мир отчаянно нуждается в христианском лидерстве и влиянии. Нам нужно не просто чье-то мнение. О переменах в мире, обществе и стране. Я хочу, чтобы вы думали о своем влиянии вне национальных ограничений. Я не знаю, что Бог собирается делать с нашей страной. Я пока не знаю, каким будет итог. Думаю, нет вопроса в том, что мы заслуживаем его суда. Мы были безразличны к тем, кто бессилен. Список весьма велик. Я не знаю, каким будет итог. Я знаю, о чем я молюсь, и призываю вас молиться о том же. Мы делаем все, чтобы призывать всех искать Господа и оставлять нечестие. Я не говорю о нечестивых и аморальных, а о тех, кто сидит в церкви. Я не знаю, каким будет итог. Я знаю лишь то, что хочу искать Царство Божьего. Я знаю его будущее. Царь вернется назад. Он готовит церковь без пятная порока. Я хочу быть частью этого. Мы должны понимать это. У нас есть задание перед нашей страной. Бог поместил нас здесь. Я верю, что мы должны быть солью и светом в этом месте. Мы должны использовать свое влияние, чтобы менять нашу страну. Это часть нашей задачи как последователей Христа. Мне кажется, что будет странно услышать, что вы не могли использовать свое влияние ради этого дела. Вы могли достичь чего-то, стать тем, кем хотели стать, но если вы не использовали свое влияние ради главной цели, это будет странно. А главная задача нашей жизни — осознавать тот факт, что мы участвуем в Вечном Царстве. У Евангелия нет смысла в вакууме. Это не теоретическое обсуждение о том, кто такой Бог. Мы должны понимать, каково это — почитать Господа в том мире, в котором мы живем. И это не просто... В мире царит хаос и смятение. Тут много раздражения. Нам легко говорить о том, что мир катится в бездну. На этой неделе я сел за компьютер и составил список вещей, в которых участвовал напрямую или не напрямую. Я говорю о вещах, связанных с нашим миром, и это позволило мне увидеть контекст того, что происходит в нашем мире. Один мой друг вырос в Китае. Он напомнил мне про историю Китая. Вам не нужно углубляться в древнюю историю, хотя вы можете посчитать ее древней историей. А вы знаете, что китайцы перенесли серьезные страдания? Для этого достаточно посмотреть на современную историю. Большой скачок. Слышали о таком? Эту идею придумал Мао Цзэдун, главный коммунист Китая. Коммунизм — это концепция, которая потерпела неудачу в нашем мире. Ее пробовали в разных местах, и все всегда заканчивалось жестокой тиранией. Этот вопрос не обсуждается. Итак, Мао придумал большой скачок. Его начали реализовывать в 1958 году. Он привел к смерти 50 миллионов человек. 50 миллионов человек умерло. Многие из них умерли от голода. Хотите услышать более современную историю? Мой друг рассказывал о том, что жил во времена культурной революции в Китае. Это был период 66 по 76 год. Он говорит, что в то время закрыли все старшие школы. Они считали, что образование — это угроза, и поэтому закрыли все школы. Они отправляли молодежь в самые удаленные части Китая, заставляя их трудиться физически. Все это они делали для того, чтобы минимизировать угрозу от образования. 20 миллионов молодых людей в Китае лишились возможности получить образование. Это не древняя история. Друзья, все это происходило при жизни многих из нас. Мы с Филиппом жили в Израиле и учились в еврейском университете. Когда мы были там, там были экономические проблемы. Инфляция вырвалась из-под контроля. Мы были студентами на временных визах, так что нас не особо интересовала экономика. Но однажды утром мы проснулись, а их валюта упала на 10%. С такими показателями сложно заниматься финансовым планированием. Все это привело к серьезным проблемам. Я провел одно лето на Филиппинах. Когда я впервые поехал туда, у руля были Фердинанд и Эмель де Маркес. Он был избранным президентом, затем его переизбрали. А потом ему настолько понравилось, что он вел военное положение. Умный парень. Когда я был там, он с женой владел компаниями, которые производили все пиво и слабоалкогольные напитки. Они управляли военными и медиа. Это не было удачное место для диссидентов. Вы должны были следовать линии партии с энтузиазмом, ведь в противном случае просто могли исчезнуть. На Филиппинах много островов, на которых можно потеряться. Филиппинцы пережили серьезные страдания. К тому моменту, как его правление пало, они оказались в экономической разрухе. У меня есть друзья в Руанде. Вы могли слышать об этой африканской стране. Более миллиона человек погибло в Руанде. Это был геноцид, который длился всего лишь 100 дней. 100 дней! Это был племенной конфликт между двумя племенами. Он проходил с апреля по июль 94 года. Миллион человек убитыми. Также говорят о том, что было изнасиловано более полумиллиона женщин. Судан, еще одна африканская страна. О ней слышали? У них была гражданская война. Я говорю о недавней истории, конце 90-х годов. Из-за этой гражданской войны погибло более двух миллионов человек. А более четырем миллионам пришлось переехать. И не один раз. И это не весь список, это лишь часть. Я могу рассказать о личных встречах с людьми, которые связаны со всеми этими местами. Страдания не начались с ковидом. Жизни не начали рушиться прошлой весной. Все это было в нашем мире уже долгое время. Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих говорит, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Мы были так благословлены, получили так много, столько возможностей и свобод. Мы даже начали спорить о том, существует ли дьявол. Если вы живете в другом месте мира, то верите в это. Вы видите зло с первого ряда. Петр говорит противостоить ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются, и с братьями вашими в мире. Он говорит о том, что страдания случаются по всему миру. Это обязательная часть человеческого опыта. Никто не проходит жизнь без этого. Никто не проходит жизнь без такого опыта. Жизнь под солнцем несправедлива. Люди не относятся друг к другу с уважением и почтением. Человеческая история не говорит о другом. Это великий фарс. Это великий фарс, который пытаются протолкнуть псевдоинтеллектуалы в нашей стране. Они пытаются представить нашу историю как идеальную. Это не так. Но если вы не понимаете общую историю человечества, то вам может показаться, что в нашей истории есть нечто уникально неправильное. Люди не относятся друг к другу хорошо. И тот, кто рассказывает вам самые темные истории из прошлого, просто пытается консолидировать власть, чтобы затем написать свою историю контроля. Так что не обманывайтесь. Десятый стих дает нам ответ. Там сказано «Боже всякой благодати, призвавший нас вечную славу свою». «Во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Последняя фраза не просто религиозная риторика. Это не финал песни или чего-то еще. Вначале сказано, чтобы мы бодрствовали, трезвились. Наш соперник ходит, пытаясь убить и погубить. А затем сказано, чтобы мы противостали ему. Вот почему не случайно в конце говорится, что тому, кто присматривает за нами, должна быть вся сила и власть вовеки. Нам нужна его сила. В церковь мы слишком долго проводили изучение Библии без силы Божьей. Мы должны пригласить его силу в нашу жизнь. Я не знаю, как это сделать. Вы можете сделать это просто. Боже, мне нужна Твоя помощь в семье. Боже, нам нужна Твоя помощь в школах. Боже, нам нужна Твоя помощь в церквях. Прости нас за то, что мы думали, что справимся с этим сами. «Боже, мы подчиняемся Тебе». Помните закон Духа? Сила Божия приходит туда, куда приглашают Его Дух. А для этого нужно подчиниться власти Иисуса. Вопрос не в нашем собрании, здании, стиле или группе прославления. У всех есть предпочтение и личный вкус. Это вполне себе нормально. Но это не определяет итог. Это не должно определять наше участие в этом. Евреям, 12 глава, 11 стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Если вы знаете контекст этого места, то знаете, что пройденная трудность приносит дисциплину. Мы читаем, что никакое наказание не кажется приятным. Никто не считает наказание приятным, когда проходит через него. Бог наказывает нас справедливо. Он делает это с невероятной благодатью, милостью и добротой. Он не наказывает нас, соответственно, тому, что мы заслуживаем. Но мы должны учиться на этом. Это наказание должно обучать нас. И разумный вопрос звучит так. «Господи, на что я должен обратить внимание?» Обычно наказание связано с нехваткой понимания или сотрудничества. Кто-то пытается привлечь наше внимание, чтобы мы обратили внимание и изменили поведение. «Боже, есть ли что-то в моей жизни, что ты хотел бы исправить? Есть ли отношения или цель, которые нужно поменять?» Ты, Господин, моей жизни. Это не моя жизнь. Если вы расстроились из-за того, что Бог не выполняет ваши планы, то я предлагаю вам сказать сегодня перед сном, «Господи, прости, я злюсь на тебя, потому что ты не занимаешься моими делами». Игнорировал ли я где-то твои дела? Были ли у тебя мечты обо мне, на которые я не обращал внимания, пытаясь привлечь твое внимание к моим мечтам? Я хочу научиться от этого наказания. Каким бы ни был итог для нашей страны, я хочу участвовать в том, ради чего был создан в Царстве Божьем. Это не всегда приятно. Это не значит, что Бог бросил вас. Если вы угрожали Богу из-за того, что Он не делает вас счастливым... Вот я делал это. Делал. Я могу сказать вам, что Бог может выдержать ваше недовольство Его делами. Но в какой-то момент вам придется ответить за это. И тогда вы скажете, «Боже, пусть будет по-твоему». Я готов. Второе послание Тимофею, 2 глава, 3 стих. Итак, переноси. Павел пишет эти слова молодому человеку, которого он наставляет. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Думаю, все мы понимаем, что, служа в армии, вы оказываетесь под властью другого человека. Это не ваша инициатива. Сегодня многие в замешательстве. У нас есть достаточно вещей, которые отвлекают нас. Мы должны понять, что живем во времена невероятного замешательства. Мы даже не хотим определять пол, с которым родились. Мы отдаем этот вопрос на откуп другим. Мы в замешательстве не можем определиться даже в самых базовых вещах. Мы видим замешательство, хаос, аморальность. Это привело к тому, что многие разочаровались в христианстве. Сейчас многие говорят, «Иисус грядет». Иисус придет. Мы проходим через проблемы, с которыми не сталкивались ранее. Мы не видели смятения на таком уровне. Я не могу сказать, что не согласен с этим. Есть достаточно библейских фактов, которые говорят о том, что мы приближаемся к концу времен. Я готов принять это, но мне также кажется, что это отвлекает нас. Мы устали. Это правда. Наши жизни пострадали. Наш бизнес пострадал. Обучение наших детей, отдых или ожидание от жизни, их расписание пострадало. Мы устали от этого. Многие из вас пережили серьезные трудности. Многие из вас потеряли свои накопления и даже близких людей. Многие из вас боятся болезни. Все эти вещи реальны. Каждый, кто оглянется по сторонам, может увидеть проблемы со стабильностью в нашей жизни. Она менее стабильна, чем год назад. Несмотря на все обещания, потраченные деньги, исследования и доверие институтам, все это пропало. Мы стали экономическими, моральными банкротами, но продолжаем требовать больше прав и меньше ответственности. Независимо от того, какие моральные ограничения падают и какие ресурсы становятся доступны, мы все равно недовольны. Мы не становимся стабильнее или сдержаннее. Если вы следовали за Христом, ходили в церковь, были религиозным человеком и считали, что страдание проблемы – это не часть христианского пути, то вас ожидало серьезное потрясение. Люди думают, что мы уберемся отсюда до того, как станет трудно. Это весьма интересная идея. Если вы думаете, что страдания и проблемы не являются частью вашего пути, то вы либо не знаете, что происходит в мире, либо сознательно остаетесь вне видения. Я перечислил вам несколько вещей, с которыми сталкивался лично. Мы можем уделить много часов человеческим страданиям. Писание призывает нас не зацикливаться на этом мире. Мы должны быть в мире, но не от мира. Наши мечты и надежды должны кардинально отличаться от таковых у людей, которые не знают Господа. Мы должны понимать, что находимся на задании. У нас есть лишь временная прописка под солнцем. Она временна и не определяет нашего существования. Она начинается с рождения и заканчивается нашей смертью. Я имею в виду телесное рождение и телесная смерть. Но так как мы рождены от Духа и участвуем в Вечном Царстве, у нас есть задание. Нас называют посланниками удивительного царства. Это то, о чем Иисус сказал римскому правителю Иудеи. Он сказал, «Ты прав, что называешь меня царем, но мое царство не от мира сего. Ведь если бы это было так, то многие бы заступились за меня». Мы, по сути, понимаем, что он имеет в виду. «Разве ты не понимаешь, что я могу освободить или осудить тебя?» А Иисус отвечает ему, «На самом деле у тебя нет никакой власти, если бы мой отец не дал ее тебе». Бог предупреждает нас, чтобы мы не увлекались этим миром, потому что так мы можем потерять гражданство в Царстве Божьем. Это неприятный факт, и мы стараемся не думать о нем. Мы стараемся отложить его, и вместо этого говорить о рождении свыше. Опять же, я за рождение свыше, но важно понимать, что Иисус вернется назад телесно, это произойдет в нужный момент. Писание говорит, что когда Иисус впервые родился в Вифлееме, это было именно то время, которое Бог приготовил для того, чтобы послать Своего Сына, и в нужное время Он вернет его назад. Это произойдет в момент, когда мировой порядок начнет в такой мере угрожать Его Церкви, что больше не захочет терпеть ее. Тогда последователи Иисуса будут исключать из общества, им будут отказывать в праве покупать и продавать. Многие будут прикрываться фасадом веры, но будут слишком заняты делами этого века. Они не будут осознавать значимость скорого возвращения Иисуса. Писание ясно говорит обо всех этих вещах. У нас есть множество мест, которые поддерживают это сегодня. Церковь будет настолько эффективной в борьбе за Иисуса, что духовные силы этого века скажут, мы должны остановить это, закрыть это. Ваше влияние, ваше лидерство не является опциональным для царства. Вы не можете нанять меня вместо себя в этом деле. Так не работает. Нам просто нужно найти пастыря, который будет посвящен и предан. Нет, так не работает. Трудности не должны лишать нас сил и смелости, но мы видим обратное. И чем больше мы признаем трудности и вызовы, тем активнее. Мы должны использовать свои ресурсы и свободы, чтобы выступать за уникальность Иисуса из Назарета. И радостную весть Его благодати для каждого, кто готов принять ее. Ваше лидерство, ваш голос, ваша поддержка Иисуса меняет жизни. Она ставит людей на путь, по которому они не могли пойти без Него. Он принес смысл моей жизни и цель в мой дом. Он позволил мне преодолеть то, что тянуло меня туда, куда я не хотел идти. Я был бессилен, но благодаря силе, крови Иисуса я обрел свободу. Я получил прощение и освобождение. И Он сделает для вас то же, что сделал для меня. Вы бы хотели узнать Его? У каждого есть своя, неповторимая история с Богом. Бог сделал что-то для вас, и Он продолжает работать с нами. Не позволяете тому, что еще не исполнилось, помешать вам вознести славу Богу. За то, что Он уже сделал. Знают ли люди вокруг то, как вы цените? Царство Божие. Не нужно гореть для Иисуса в церкви, а на работе вести себя так, словно вы не знаете, как пишется Его имя. Трудности и вызывы не означают, что вы неудачник. Они означают, что вы живы и движетесь вперед. Я хочу помолиться за вас, чтобы вы знали свободу Божию и понимали те уроки, через которые проходите сейчас. Очень я благодарю тебя за то, что ты освобождаешь и обновляешь. Я прошу, чтобы твоя сила являлась в наших жизнях. Господи, я молюсь, чтобы мы не просто избегали этого времени, а учились у Него. Спасибо за то, что делаешь в нас во имя Иисуса. Аминь. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. У нас есть новый инструмент наставничества, который укрепит вас. Он фокусируется на том, кто мы во Христе. Почему это так важно, особенно в это время? Мы разделились в стране и в цели Христовом, как никогда ранее. Мы расходимся в том, прививаться или нет, носить маску или нет. Мы разделяемся на основании своей расы, экономического статуса, динаминации. В этом нет ничего удивительного. Иисус сказал, что перед его возвращением будет беспрецедентное разделение и заблуждение. Мы видим, как эти вещи процветают. Мы должны понимать, где находится наш центр, наше основание. А это начинается с того, кто мы во Христе. Прежде всего, мы граждане Царства и слуги Царя Иисуса. Осознание того, кто вы во Христе, это начало всего. Возьмите этот инструмент, откройте свои сердца, изучите его, и вы найдете основания, чтобы устоять в эти времена. Наши отношения с Иисусом определяют нашу жизнь. Когда мы принимаем Иисуса Господом, мы становимся полноценными. Нас принимают, любят. Мы избраны, праведны и свободны. Наша книга во Христе напоминает вам о том, кем вас называет Бог и поможет поделиться верой с другими. Она расскажет вам о многих преимуществах, доступных вам, как ребенку Божьему. Мы вышлим ее за ваш дар сегодня. Заказывайте книгу на нашем сайте или звоните по номеру, который вы видите на экране. 1-800-880-5102. Когда отношения с Иисусом становятся определяющим фактором нашей жизни, мы можем быть уверены в том, кто мы, во что верим и почему. Это позволяет нам лучше представлять Бога и Его Царство. Вместе мы меняем мир. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи «Когда и где вам удобно», участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Аллена Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь словом Господа нашего. Многие из вас лично посетили служение пастора Аллена Джексона и церкви World Outreach в Миддл-Теннесси. Мы вдохновлены тем, что вы приезжаете к нам и свидетельствуете, и тем, что мы можем вместе поклоняться Господу. Если вы планируете к нам приехать, мы поможем вам спланировать вашу поездку. Зайдите в раздел «Визит» на нашем сайте, и вы найдете там информацию о гостиницах, времени проведения служений и о том, как нам легче добраться. Сообщите, когда вы планируете приехать. Мы хотим вручить вам подарок от пастора Аллена и сообщить, будет ли он проповедовать в день вашего приезда. До или после служения вы можете погулять по территории церкви, посетить нашу книжную лавку, попить кофе или отдохнуть. Зайдите на сайт и сообщите нам о вашем визите.